Ну вот, у нас очерчивается вот эта вот граница того, что так пугает нашу обычно академическую науку термин гиперборея, древнегреческий, потому что считается, что это вообще мистическая страна, мифическая страна. Но если мы назовем ее русские Уфалы через приполярный Урал-Тиманский Кряж и выходит опять же к побережью Белого моря, то в принципе мы получаем дугу, которая завершается где-то 58-60 градусом северной широты. Кстати, у Птолемея именно там и находятся эти самые гиперборейские и Олимпийские горы, они отделены от Урала. А поскольку, поскольку этих территорий, потому что Пиннига, это уже Пиннижье, это все-таки не крайний север, это более к югу туда тяготеет. И действительно, у истоков, истоки Пинниги, это две реки, две Каласы, которые еще в 19 веке назывались не Каласы, а Каиласы. И на картах также есть. Да, совершенно верно. Если у вас будет возможность в Москве достать список населенных мест Вологодской и Архангельской губернии, это отдельные вот такие вот там, все ручьи буквально, все названия делали офицеры генштаба, то есть делали люди ответственные, и там вся топа и гидронимия, в общем-то, многих губерниев. Это какое-то издание? Да, это было издание генштаба, и Вологодский, по-моему, 59-го, 1859-го года, и Архангельская где-то близко, ну это вот 60-е, 50-е годы 19-го века. Там действительно очень много того, что потом было переименовано, иначе названо, и так далее, и там Кайласа. Там даже наша река Суханг-Сухона теперешняя, звучит как Сухана. Сухана легко преодолимая на санскрите. И юг, не юг, а юга. Юга. То есть сливающая. А если темологию слова Кайласа все-таки посмотреть, это там было как именно Кайласа или Калаша? Нет, там была именно Кайласа. Да, там были две реки Кайласы, которые протекают по Плоскоголю, сливаются, и получается пенега. Пенегу обычно дешифровали в связи с вот этой финно-угорской концепцией, что здесь жили финно-угры, финно-угры больше никого после ледника. Что ледник закрывал весь север, значит, восточную Европу, чуть ли не до Поднепрови, но имеется в виду последний, или свермский, или волтайский, не днепровский ледник. Ну вот, и так далее, и тому подобное, и поэтому здесь никто не жил, когда этот не простал, из-за Урала пришли финно-угры, заселили эту территорию, и здравствуйте. А потом, значит, на речке Роси вдруг неожиданно вспышка такая рождаемости, и поперлись лавяне сюда, поперли, поперли, перемешались с финно-уграми, только почему-то не сохранили ни финно-угорскую систему домостроения, ни финно-угорскую диету, ни финно-угорскую орнаментику, ни финно-угорскую лексику, которые... нет слов финно-угорских, то есть какие-то странные существа эти русские северяне, которые совершенно не похожи ни на центрально, ни на южно-русских, и тем более, значит, на финно-угорских. Вот, и считалось, что Пиннига, это по-фински Пинни-йога, маленькая речка. Ну, если река 800 километров длиной и в разливе 2 километра, то, конечно, нужно быть большим юмористом, чтобы ее так назвать. В то же самое время Пинга и Пингаланг, это красно-бурая, и действительно, Пинника протекает вот в таких вот глинах, красновато-бурах, что там, ну вот, когда пройдет дождь, то в лужах вода как кровь, потому что красная, да, красно-бурая река. И текут эти речки Кайласы в местности, которые носят до сих пор название Аллаха. А мы знаем, что дворец бога-богатства Куберы так и назывался, да, это неудивительно. Там, в общем-то, в течение Пинниги постоянно встречаются кристаллы, причем кристаллы и хрусталя, и других, в общем-то, полудрагоценных камней есть кристаллы, которые в несколько тонн вылечены. Так что богатства там действительно неизметные. И о том, что это русский север, ну, свидетельствует наше путешествие в 93-м году вместе с индейскими фоккалистами в Пасохане от Вологды до Великого Устуга. Я уже вот ребятам рассказывала, что там руководитель фольклорного коллектива вообще была в трансе, недалеко от Великого Устуга, в 80 километрах у клубыков, там полосатые берега. А Махабхара-то описывает эти берега полосатые, как размазанные пальцем в ветеране, сверкали полосы кармина красные, черные, белые, золотые. Она, в общем-то, бегала, 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 потом схватила одного из своих коллег за грудки, молодого человека, такого по имени Раджив. Теоретически никто в их группе не знал русского языка. Ну и закончилось это тем, что Раджив подбежал к одному из наших экологов и на чистом русском языке спросил у него, он сказал, «Коллега, посмотрите на эти полосатые берега, они описаны в наших священных книгах». Это уже больше пяти тысяч лет. Мы думали, что это легенда, и вот мы их видим перед собой. Скажите, а если вот к Кубере вернуться, к озеру Кубенское, вполне возможно, как грека Кубена, вполне возможно. Ну, там трансформации чисто в озвучке, они нормальные. Вы знаете, что есть семь ришей, да? Семь звезд большой медведицы. От земли до семи лучистых кубовина моя восходит. Трета в колодце, то есть третий в колодце. Иван Царевич, которого бросили в колодец его братья. То есть это наши пропредки. Семь звезд большой медведицы, да? Александр Сергеевич Кушкин пишет свою мертвую царевну «Семь богатырей». И там практически все те же самые элементы присутствуют. Она действительно в хрустальном гробу, но ушас богини Азарий проводит зиму у своих семи братьев, семи звезд большой медведицы, в твердыне на горе. В хрустальном и твердыне на горе. Так что все нормально вполне. И получается очень интересная вещь. Дело в том, что... Ну как? Я не знаю даже как это оформить эту мысль. Дело в том, что Махабхарата сохраняет для нас очень многие географические названия, которых на территории Индостана практически нет. Или нет в том объеме и в том комплексе, в котором они описываются в эпосе. То есть в эпосе говорится вот конкретно. Вот здесь озеро Рама, тут лес Камьяка, тут еще что-то, тут еще что-то, тут еще что-то. Мы выходим в Волдообское междуречье, обнаруживаем, что да, озеро Рама по-прежнему озеро Рама. Владимирские леса так и существуют, как они существовали. Если было озеро Годь, то оно и есть это Годь, Годовара. Если была там правение река Пра, до сих пор существует, или там еще что-то, вплоть до смешного, когда спрашиваешь у лингвистов, как вы думаете, что значит Дардура и Дардурика? Вот две речки тут недалеко практически от Москвы. Ну и начинается гадание на кофейной гуще. Дардура на санскрите значит лягушка, а Дардурика лягушачья. И имен этих, название этих, легион, их нет столько на территории Индостана. Их нет столько на территории Индостана. Та же самая ситуация и в районе тех же самых Кайлас и той же самой Финниги. Потому что получается то, что получается. У нас в Вологодском педагогическом институте, который он стал университетом, сейчас его по-моему ликвидировали, все-таки статус университета достаточно серьезен. У нас развели академии университетов, теперь сокращают их интенсивно. Не получилось. Ну, слава Богу. Пусть будут институты лучше. Так вот, такая топонемист Чайкина, которая описывала все эти самые топоригидролики, топоригидроними в Вологодской области, и привязывала их к финно-угорским терминам. И пишет, что я глубоко уважаю ее, она уже пожилая очень женщина, гораздо старше меня. Но, тем не менее, все-таки надо отдавать себе отчет. Если к вам приходят и говорят, что вот, смотрите, ваши терминологические, лингвистические словари, словари Говоров Вологодской от Ангельской губернии. Я не лингвист, я снимаю сливки. Я беру санскритско-русский словарь почеркиной, достаточно давно не изданный. Ваши материалы, и вижу, что переводятся речки Вологодской области исключительно санскрита. Но этого мало. Я смотрю на лексику, и вижу, что диалектные формы, поменьше менее 40 слов, это чистый санскрит. Индусы сюда не гуляли. Они по Вологодской области не ходили. Бабки с ними не общались. Но они, извините меня, пользуются санскритом. Когда одна, другая говорит, знаешь что, милая девка, не до твоих пакши приготовлено. То подразумевают руки. Но на санскрите пакши это боковая сторона тела, руки или крылья птицы. Тоже, в общем-то, связано с боковым. Если говорят, дерья ей в норке ходить, может такие деньги зарабатывать. То это значит просто, что ей повезло. Она живет прекрасно, чудесно, но на санскрите дерья тоже самое значит. И вот попин такой, то злодей, негодяй, мерзавец, то на санскрите попин тоже самое значит. Я говорю, такая, водяна была такая, то есть такой был попоз. Но лавана на санскрите и значит попоз. Если вякоть нас, извините меня, говорит, то вакяй, вящ, это на санскрите богиня речи. Так ведь? Так. Ну, если мы с вами пользуемся тавтологиями, говорим трин, трава, то трин на санскрите и значит трава. Если мы говорим кар на ухе, то кар на санскрите и значит ухо. Если мы говорим дремучий лес, то друма на санскрите и значит лес. Дремучий лес это по сути лекология. Да, тастология, сплошные тастологии. Лесной лес. Да, лесной лес, масло, масло, вода мокрая. Вода мокрая. Да, трава травяная. Трава, трава. И с курским полем аналогичная же ситуация. Аналогичная ситуация. Да, наши лингвисты еще в начале 20 века говорили о том, что куру кшетра, ну кшетра поле, куру, поле куру, что нигде на территории Евразии мы не можем найти такую, в общем-то, равнину, которая могла бы соответствовать параметрам, указанным в Махабхарате. Но вы подумайте только, да, конечно, в свое время Брюсов, когда он раскопал трипольскую культуру и обнаружил, что там радиоактивность значительно выше, чем на нашем горизонте, то, ну как, нормальный археолог, это где-то конец 50-х, по-моему, начало 60-х годов, я сейчас точно не могу быть, не помню просто, но он решил, что какой-то космический корабль здесь взорвался. Представить, что люди на рубеже 3-го, 4-го тысячелетия пользовались термоядерным оружием, ну никому бы в голову не пришло, когда стали смотреть на оплавленные кирпичи Махенжадара и Харапы, что, говорили они, теоретически, такую оплавленность, как в Хиросиме и Нагасаке, можно получить только при термоядерном взрыве, причем на приличной высоте где-нибудь, на 3-х километровой взорвалась эта фигня, и получилось то, что получилось, ну вот у нас Кондратьев, автор, который пишет, 3 тысячи молний, наверное, ударили в Махенжадара и в Харапу, и задаешься вопросом, а с какой тихой радости? Там 3 тысячи молний направленно бьют по двум городам, между которыми приличное расстояние идти, вообще дождей-то практически не бывает. Значит, чем-то они таким замечательным пользовались. Сейчас уже говорят о чуть ли не непонятном происхождении Курской магнитной аномалии. Говорят о наших южно-русских черноземах, как странных черноземах, в которых органики очень много, то есть органические соединения, углерод не природный, а вот тот, который получают, когда нас кремируют. Но Махабхара тогда говорит о том, что уничтожено было больше миллиарда человек. Каким способом это можно сделать и где? И почему именно на рубеже 3-4 тысячелетия вдруг возникают культуры? И будущий Шумер и Акад, рубеж 3-4 тысячелетия. И нулевые династии Египта, рубеж 3-4 тысячелетия. Причем именно там находят вот эти вот статуэтки с инкрустированными голубыми холцедонами глазами. Рубеж 3-4 тысячелетия. Это минойская культура. Культура Крита. Рубеж 3-4 тысячелетия. Приход индоевропейцев на территорию Западной Европы. До того их там не было. Рубеж 3-4 тысячелетия. Культура Яншау на Хонхе. Янзы. Которая, собственно говоря, дает начало будущей китайской культуре. Получается, что Махабхар это описывает именно события, происходящие на территории России. Это даже не смешанная какая-то часть. Часть там и в Индии территории, и часть России. Да, конечно. Да, конечно. Если вы приезжаете в Индию, идете там смотреть на Индопраску, да, или Хастинапур, то не забывайте, что город Архангельск сначала вообще-то назывался Пурнавалак. И Пурово, Пуралово, Пуркино, Пурово у нас полно на русском севере. Полно. Понимаете? Причем, это более архаический термин. Не Хастинапур, то есть слоновий город, а город Навалак. Мы не говорим, правда, Петроград. Мы не говорим граф Петр. А говорим Петроград, да? Петербург. Но мы говорим Град, Москва. И возили в Град столицу. То есть, где вот город впереди, там более старое название. Светлана Васильевна, вот еще один вопрос про гору Гандамадана и озеро Гандамадана в Карелии. Есть такое там. То есть, это реальные... Это реальные географические объекты. Мы просто просмотрели очень много карт, но они... Опять же, смотрите, карты 19 века. В этих самых списках населенных мест Аланецкой губернии. Аланецкую губернию, смотрите. Да, там есть и гора Гандамадана, и озеро Гандамадана. Очень интересно было бы просто посетить это место. Это связь с Кайласом, получается. В общем-то, до известной степени, да. Расстояние, слава тебе, Господи, от книги сюда. Там же, кстати, находятся такие... Там три ганги, если я не ошибаюсь. Вот, одна в Архангельской области, и две или три ганги реки в Аланецкой губернии. Там Шива-ручей, ручей Ганеш и Падма. Две Падмы. И еще две Падмы на территории Вологодской области. И так далее, и тому подобное. Ну, если у вас есть книжка моя, вы можете ее взять просто в интернете, «Золотую нить». Там вот этот вот список этих самых рек имеет место быть. В стиле русского севера. Там достаточно много, вот, с переводами санскрита. И получается то, что получается. То, что у нас наша Чайкина, о которой я говорила, значит, пишет про реку, скажем, называется, Суду. То вот неизвестно, откуда берется это название. Суда на санскрите, значит, щедрая. Отсюда наше название «Рыба Судак». Щедрая Рыба. И, повторяю, таких названий очень много. Понимаете, я бы не брала на себя ответственность заявлять подобные вещи, если бы не хотела, чтобы, во-первых, эта информация распространялась. И еще одна немаловажная деталь. Я не хочу, чтобы мы были смешны. Понимаете, у нас достаточно много, как выясняется, врагов. И Александр Третий был прав, когда говорил, что у России только два друга. Украины и нашего русского севера. Там где-то около 300, по-моему, в море с одинаковыми совершенно названиями. И Печора там есть, и Лежа там есть, и куча там названий есть. И в свое время Клавдий Толемей писал, что червоны живут на крайнем севере, по берегам Ледового моря. И в то же самое время до него еще Геродот говорил о том, что червоны галичины живут на Карпатах. Но вот и получается, что и там червоны, и там червоны. Система домостроительства совершенно одинаковая на Западной Украине и на Русском Севере. Система домостроительства совершенно одинаковая на Западной Украине и на Русском Севере. Фольклорные формы совершенно одинаковые на Русском Севере и на Закарпатии. И, наконец, скотоводческая терминология совершенно одинаковая. Спрашивается, чего вы потеряли? Что вам такого плохого сделали эти москали, если вы сами москали, если вы русины, если вы русняки, если вы червоны, такие же, как те, что живут на Пинниге, на Печоре и на побережье Белого моря? Вам чего не хватает? Как вы можете называть русский язык собачьим языком, если это родной ваш язык? Если это язык, который сохранил наибольшее количество артаизмов индоевропейских. И об этом говорят даже не наши лингвисты, а импортные, такие как Фридрих, один из крупнейших лингвистов Соединенных Штатов, такие как Мелье, один из крупнейших лингвистов 20-го века, начало первой, третьей 20-го века. И так далее, и так далее, и так далее. Ну вот я уже тоже ребятам это рассказывала, и вам расскажу, Наталья Романовна мне в свое время рассказала такую почти притчу. Приехал в Москву, крупнейший санскритолог Индии Дургат Расад Шастре. Он, естественно, санскритолог, он великолепно знал санскрит, прекрасно как индус знал английский язык, и, соответственно, значит, не знал русского, он никогда с русским не общался. Наталья Романовна учила санскрит, знала русский язык, английский язык. Ну вот они с мужем сопровождали Шастрей в одной из московных деревень, а там такая вот неприятность, значит, дом, те люди, с которыми они собирались общаться, значит, там развод случился. Где-то, значит, жена мужа зачем-то, в общем-то, накрыла и решила от него с детьми уйти. У каждого было по дому, то есть свекровь оставалась в своем доме, муж там уходил в другой дом, и, значит, невестка, соответственно, желая больше иметь дело со свекровью, в свой дом уходила. Ну вот они приехали как раз в разгар этих сабо идти, ну и задали вопрос, значит, чей этот, он спрашивает, чей этот дом? Там ему показали домина такой приличный, рубленный, чей это и дом? Ну а бабка отвечает, это наш дом. Вот Гусева переводит, это наш дом. На каком языке она вам отвечала? На русском. Как на русском? Это же санскрит. Это наш дом. Да нет, на русском. Но она не знает санскрита бабушка. Значит, ну, показывает на окошко, значит, а это чей дом? Она говорит, это дом сына. Да теперь на каком языке она отвечала? Она говорит, на русском это как? Это санскрит, это дам суну. Она как-то странно сказала сына суну. Вот и вышли во двор. Да, а там рядом еще дом. Да это чей дом? Она говорит, это дом снохи. И тут у него ножки подкосились и сел на травку, потому что на санскрите это будет звучать. Это дом снохи. Вот, и поэтому он потом писал, что, мало того, сама грамматическая система одинаковая абсолютно. И когда милая девушка в московской гостинице давала его ключи от номера и сказала 234, то, значит, у него тоже подкашивались ноги, потому что на санскрите это будет звучать как двасанто, тридашно, четвари. И что если бы по ними, великий грамматист 5 века до нашей эры оказался в Москве 20 века, он услышал бы язык своего времени таким чудесным образом сохраненный. Через две недели он отказался от переводчика, сказал, что я прекрасно все понимаю, потому что вы говорите на какой-то очень архаической форме санскрита. И в 64-м году на конференции международной в Балахабаде он сказал, что если бы меня спросили, какие два языка в мире наиболее близки друг к другу, я бы не задумываясь ответил, русский и санскрит. Но это при том, что индусы санскритом пользуются в хинде, но не понимают зачастую, как говорится, всего вот этого. А наши бабки, не имея к хинде никакого отношения, спокойно общаются на этом самом санскрите, и учителя литературы стараются вымывать эти диалектные формы, потому что они непонятные. У меня приятница съездила из одного, из Вологды, поехала в район и говорит, ты знаешь, но это вообще что-то. Она сама тоже из другого района, правда. Говорит, приехали, пока разговаривала с инспектором районного отдела культуры, ну ладно, все понятно. А потом пришла ее тетка, они заговорили, я, говорит, вообще ничего понять не могла. Ну что-то они пользуются диалектом. Для них это примерно то же самое, для нас сейчас как слово полку Игоря, или нелепо ли навязать братья. Так что вот такие вот дела. То есть получается, если вот к топонимике вернуться, были названия на русском севере, и по мере того, как происходила миграция оттуда, ну там, скажем, в связи с климатическими условиями новыми, образовывался новый центр. Вы знаете, я думаю, что не с климатическими условиями. Там несколько иное. Миграция произошла потому, что если действительно все было так, как описывает Махабхарата, то территория центральной России практически для жизни была достаточно долго не приспособлена. Это первое. Ну, что такое ядерная война, что такое ядерная зима, в общем-то себе теоретически должны представлять. А что касается климатических условий, то, ну, как Марк Твен говорил, слухи о моей сверсти сильно преувеличены. Слухи о леднике, который якобы имел место быть, очень, очень и очень преувеличены. И современные климатологи, есть такой атлас, монография, палеогеография Европы за последние 100 тысяч лет, вы можете тоже его получить в Ленинге, потому что он издан в 1982 году. И там наши крупнейшие климатологи, как Гречук, Хатинский, Величко, дают карты. И карты именно вот этого Валдайского периода. Так никакого ледника, скажем так, уже в Посуханье нет. Никакого абсолютно. Там идут луговые злаковые степи и леса. Причем лес идет от Карпат до Средней Печоры. Вот такой широкой полосой. С юга-запада на северо-восток. Что касается луговых злаковых степей, то это огромное их количество. Чем мамонты питались? Чем мамонты питались? Вы в любой музей придите, диораму посмотрите. Среди глубоких снегов и льдов движется стадо мамонтов. Хотела бы я знать, чем они питались. Они в день съедают по меньшей мере 300 килограммов растительного и веточного корма. Это степные животные. Как и лошади, как сайга, как шерстистый носорог. А стели состояли из луговых, злаковых трав. А этими травами были дикая рожь, дикий ячмень, дикий овес, дикая пшеница, но еще дикий лев. Это эндемики севера, которые в естественных условиях южнее 56 градусов северной стадии просто жить не могут. Поэтому, когда спрашиваешь у египтологов, откуда египтяне брали лен, то я помню, одна из моих бывших преподавательниц Верко Бориса Навлэк, которая училась у крупнейшего нашего египтолога, милица Эдуарда Нематье, на этот вопрос сказала, ну как они его выращивали, я говорю, как они могли его выращивать, если он там не растет. Ну как не растет там, было влажнее, я говорю, да кто вам это сказал. И Бланкендорф, и Берг считают, что начиная с Микулинского межледниковья, это от 130 до 70 тысяч лет тому назад, и до сегодняшнего дня, климат Палестины, как и Египта, практически не менялся. А если менялся, то в сторону увлажненности, он сейчас более влажный, чем тогда. С какой тихой радостью там он мог расти, если ему необходимо отсутствие перегрева от прямых солнечных лучей, наличие влаги в почве огромного количества, ну, и ультрафиолет не прямой, а косой, который имеет место быть нижнее 56 градуса северной широты. И они не могли его выращивать, иначе бы они его до сих пор растили. Так откуда же они его брали? Ну, подумайте, откуда же они его покупали? Ну, по всей вероятности, да. Так что же тогда были какие-то такие связи? Да, конечно, были. Не надо думать, что мы совершенствуемся век от века и становимся все умнее, умнее и умнее. Судя по нашей вечной цивилизации, с такой хрупкой, что дунь на нее, и она рассыпется лишить у нас электричества. И все умерли. И все! У нас много мужчин, которые могут срубить дом, поднять пашню, посеять и вспахать, как в песне, да? Соберем и посеем, и вспашиваем все с точностью, да наоборот. Так что вторичная дикость наступает очень быстро. А если более древний пласт брать, ну, тогда вот, когда гиперборея, по сути, вот, люди были как боги. Ну, давайте называть в свечи своими именами. Греки говорят о гипербореи как о вполне реальном географическом объекте, четко указывая параметры, да? Я не знаю, были ли они в то время как боги, но то, что здесь, в общем-то, никогда не было войн, это правда. То, что греки сохранили память, может быть, еще и о тех матриархальных структурах, когда, да, действительно, еще не было земледелия и собирали злаки в этих самых круговых златовых степях. То есть, все само собой росло. Не надо было вкалывать, не надо было покорчевывать пни коренья, не надо было сводить лес, это очень тяжелые труды, каторжные, говорят, труд, вот, когда идет подсека. То есть, люди получали продукты, вот, практически по всей естественным путем. Ну, а потом золотой век матриархата, наверное, все-таки существовал. Согласитесь, женщины не такие кровожадные, как мужчины, потому что женщина носит, рожает, кормит, и ее задача, в общем-то, зачать, выносить, родить и вырастить. И она знает цену жизни, этой жизни, которую она дает. А мужчины играют в игры, в которые они не доиграли в детстве, в войнушку играют в детстве, в войнушку играют взрослые. Так ведь? Назвать атомные бомбы, извините меня, женскими именами, это надо хорошо иметь здесь, этот Y-хромосон, как говорится, который что-то там не дает немножечко. Поэтому, да, наверное, матриархальные структуры были более человечными, жалеющими деточек своих, нежели пришедшие им на смену патриархальные. А что касается патриархальных структур, которые, естественно, описываются и в той же самой Махаккарате, в этой чудовищной войне, то они появляются достаточно поздно, после того катаклизма, о котором сейчас уже можно говорить вполне спокойно, что он был, он был 12 тысяч лет тому назад, потому что геологи и американские, и японские, и английские, там вообще целая группа нашли, в общем-то, остатки вот этого столкновения Земли с каким-то космическим телом. И, судя по описаниям Литведы, Овесты и Махаккараты, это именно та битва Индры и Вритры, которая длилась тысячелетия, и которая закончилась вот этим самым тем, что раскололся Вритра, запылал, заполыхал, там появился пар, и реки потекли, свободно, и земля обнажилась, то есть описание того, как раскололся Печорский, Печорский, Беломорский ледник. Но сами геоморфологи говорят, что он таял очень странно, не как скандинавский, а именно в результате землетрясения. И землетрясение должно было быть очень мощным, почти 12 баллов. И судя по тому, что пишет Махабхара Керекведа, обладали они такими технологиями, которые могли свести именно на ледник. Вот это космическое тело, с которым столкновение было неизмежно, потому что упади на материк или на ложе океана, мы бы с вами сейчас здесь не разговаривали. Ну, а что касается Курского поля, вы же знаете, что там масса всяких аномалий, феноменов, еще во времена Великой Отечественной войны, которые описывались теми, кто участвовал в этой битве в Прохоровке и немецкими асами, которые говорили, что непонятно почему лопнут моторы, потому что рядом самолетов нет, кругом дым такой, что вообще ни черта не видно, и когда танки везли на переплавку с изогнутыми назад пушками, танки горели голубым пламенем, то есть это же предел раскаленности и так далее и тому подобное. Мы из Воронежа, поэтому я хотел бы задать вопрос еще о мотивологиях и связи с Воронежем. Конечно, 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 вне всякого сомнения. Вы вообще до Золотой не читали, нет? Да. Ну, так вот там все сказано. Да, конечно, да, конечно, да, конечно, да. У меня мать воронежская, к слову сказать, ну, то испанинского района есть там был такой там лимхоз Тойда, вот там мои предки по материнской линии переживают. Это на Бичуге, наверное, да? Ой, вы знаете, я даже не знаю, река там рядом. Даже я не знаю, потому что там, по-моему, там, потому что там только пруд был, в котором я имела счастье купаться вместе с лягушками. Приятные такие воспоминания детские, когда в красном платье я мчалась от быка, который мчался за мной вверх по тому самому там овраг, и вот через овраг или ловила в траве перепеля. Так что на и мое это место. Тетка у меня и два двоюродных брата живут порой уже. Замечательный город, замечательное место, рядом Костенки, еще более замечательное место, рядом эта самая Аджанка, в которой жил царь Самбарана в шестом тысячелетии до нашей эры. Было такое, потому что есть описание Иреневской и Бутовской культур, где вытесняют там из Волго-Овского Междуречия целые царские роты, они уходят на Дон, и там Аджамитха столица этого царя Самбараны, а потом через тысячу лет к ним приходит великий мудрец Васиштха, который становится домашним жрецом, и они возвращаются обратно к себе в это Волго-Овское Междуречие. И в то же самое время наши археологи говорят, да, действительно, в середине шестого тысячелетия вот происходит такой процесс, изгоняются так называемая буддовская культура, приходят некие ельевцы из-под Днепровья, а потом они возвращаются обратно с Дона, выгоняют их, то есть все синхронизировано буквально. Временах эпохи Ромаины, да, соответственно, о том периоде, когда Риша Васиштка молодому царевичу Рами 16-летнему рассказывал о том, что такое просветление и так далее, после чего появился вот этот великий огромный труд Львы Васиштка. Да. То есть это где-то в районе между Воронежем и современным Ростовом на Дону получается? Где-то там. Где-то там. Где-то там. Ага. А где тогда? Ну Воронеж, если он назывался не Воронеж, он назывался Воронеж. Воронеж. Ну. А где ж тогда Ланка была? Там, где и современная Ланка? Ну, я не знаю. Там же, понимаете, срамы с бедолагой ведь, вот, но он голубоглаз, во-первых. У него глаза, как голубые лописы. Индусов с голубыми глазами я не видел. Хотя они встречаются. Встречаются, да. На Севере особенно. Они встречаются. На Юге вообще не было. В... матхи, а правда же они встречаются. Ну, наверху, да. Да. и... Может быть куда-то посевернее, где ближе к Дели. Особенно в Пакистане. Особенно в Пакистане. Мы посмотрели вообще, в отличие всех этих пакистанских, мисс Пакистана и те, кто участвовали во всяких этих самых... Они все или зеленоглазые, или голубоглазые, или сероглазые. вся семья этих самых... Капуров сероглазые вообще-то. Вот. Робин Доранат Тагор вообще был синеглазым. То есть у всех брахманов у них это более четко выражено. Вы... Я же вам говорила, мы встречались с бывшим консулом у нас в Санкт-Петербурге. И он жену привел. И мы так я, Аня и она смотрим друг на друга. У нас у всех одинаковые, одинаковые цвета зеленые глаза. Он посмеялся и сказал, говорит, я когда ее привел с мамой знакомить, она сказала, красивая девушка, только глаза уже больно светлые. Она индианка. Она индианка, помнишь, она индианка. Ну и я вообще заметила сейчас в индийских этих самых индийском кино, там у них такая тенденция ставить эти самые линзы светлые. Они сделали, по-моему, ремейк на возвращение в Эдем. Только там одна серия все очень быстро происходит. Так вот, для того, чтобы превратиться в красавицу, нужно было героиню, значит, превратить в красавицу, нужно было сделать ей вместо черных каштановые волосы и вместо черных глазки сделали зеленые глаза. И все. И поехала. И то, что там сейчас сменилось руководство, наверное, тоже, в общем-то, о чем-то говорит, потому что там традиционалисты, индуисты. и, насколько я знаю, там есть целое движение, возвращение вообще-то к истокам, то есть к виде. Ну, а вы почитайте Ригведу описание зорь, которые длятся по 30 дней. Какие зори на территории этой страны? Я уже не говорю о том, что Адхарва-Веда самый древний список, который был найден во второй половине 19-го века и на в общем-то относится где-то к 16-ому веку. Сделано все это на березе. На березе ведь не растут. Так просто достанье это надо. Подняться Бог знает на какую высоту кем она была. Я думаю, это дело ваше глобство. Да, вполне. Спасибо. У меня буквально один вопрос есть. Помните, я вам говорил, мы сейчас доделываем кино про Южный Урал, про то путешествие, которое у нас было по местам силы Южного Урала. Вот я сейчас непосредственно работаю над текстом для второй серии. Вторая серия у нас посвящена Элимилю и Юратку. А когда мы с вами встречались, мы много рассказывали про лосей, про вот этих восьминогих животных, которые достаточно тщательно или всячески описываются в разных источниках севернее. А сейчас это уже общеизвестный факт. обнаружен огромный геоглиф, изображение лося, как мы назовем, космический лось, очень точная проекция созвездия лося, на восточном склоне озера Кульского хребта, он сам по себе небольшой, но вот этот факт имеет место. Плюс там сейчас обнаружили какой-то очередной город, в принципе огромное количество всевозможных интересных и археологических вот таких вот фактически рукотворных загадок. Мне интересно ваше мнение как ученого о какой-то культурной связи между таким археологическим фактом с одной стороны с другой стороны каким-то культурным фактом о связи эпох времен потому что сам фильм имеет одну из основных целей это увязать те современные знания о ведической культуре которые имеются сегодня с теми какими-то древними истоками или древними корнями которые мы сейчас пытаемся раскатывать вы всю жизнь фактически этому посвятили мы в какой-то степени делаем свои робкие попытки во всех этих вещах поразбираться и мне хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу может быть какие-то рассуждения на этот счет ну ребята ну давайте называть опять же вещи своими именами у нас с вами есть огромная сибирь сибира на санскрите это военный лагерь согласно законам ману согласно законам ману от брака мужчины кшатрии и женщины шудры рождается существо по имени угра это дополнение ко всему что прародиной финно-угорских народов является зауралье поэтому уже сейчас никто не сомневается что сначала все-таки наверное продвинулись на восток будущие тюрки что и финно-угорские и тюркские и индоевропейские языки берут свое начало из единого так называемого бариального проязыка что этот бариальный проязык формировался где-то на территории Европы и мало того что Европы в лесистой части Европы а лесистой части Европы являлась только наша с вами территория и в частности северная ее территория во время последнего Валдайского или Вернского оледенения которое длилось с 70-го по буквально 10-е тысячелетия до нашей эры причем в худшем варианте это оледниковье предстояло именно в Западной Европе ну я не считаю там Пиренея и Италию и Юг Франции потому что вся центральная Европа была покрыта арктической тундрой с березовым редколесьем а современная Англия вожделенная для многих из наших соотечественников была покрыта полностью ледником то есть никакого палеолита там быть не может да и с мезолитом проблемы большие и поэтому когда англичане находят палеолит считайте что это полная чушь поэтому естественно мы должны сегодня говорить о продвижении достаточно древних на восток если Пазырыцкий Курган дает нам культуру саков то сака или саха это одно и то же если по некоторым показателям крови якуты северо-западные индийцы и центрально русские одинаковые это говорит о генетическом родстве хотя якуты говорят на тюркском языке и вообще-то уже давно монголоиды так же или не так поэтому когда находят одинаковые артефакты одинаковые вещи на огромной территории от Скандинавии и до полуострова Индостат и до южных юго-восточных границ Китая где у меня дочь съездила и говорит ну юмор сплошной живет народ который называется нашей я говорю такого не видела вот как наши разглядяя заборы покосившиеся дома рубленые участок там у нее прямо на телефоне участок на котором чахлая какая-то пшеница растет и они все голубоглазые больше похожи на индейцев чем на китайцев а когда она мне показала их костюмы я вообще обалдела ну вот она оттуда привезла вот этих охранителей дома то там те же самые юбки что наши вологодские бабы носили вот такие дела поэтому ничего удивительного и в Заурале и в Сибири и до Саяна-Алтая до рубежа нашего первого тысячелетия собственно говоря нашей эры превалирующим был европеоид Ажда Саян опять же с теми же самыми лингвистами когда ты говоришь они крайне озадачены бывают есть такой алтайский эпос Маадахкара где описывается их предки священные герои и в книге иллюстрации современного художника естественно он изображает монголоидов ну таких какими они должны быть теперь и описание в густом урмане бороды лицо белее серебра глаза две синие звезды между ними нос прямей горы вот так вот блеск луналейкого лица свет луналейкого лица описание Кришны у которого глаза как цветы льна ну или его брата баларамы у которого лицо как лепесток лотоса белоснежный как снег как молоко коровы или обращение к верховному божеству ты лотоса голова оки золотого волосы русобород и всех существ пред но мы сейчас смотрим махахаруту индусы очередного цели там все актеры выбили все там можно еще небольшой вопрос но так как мы пытаемся как-то исследовать вот эти регионы найти может быть какие-то артефакты а вот на ваш взгляд что еще скрыто пока от нас то есть какие артефакты в принципе могут соответствовать гиперболейской культуре на что имеет смысл обращать внимание вы понимаете наверное все-таки тем негалактическим наверное все-таки польский полуостров потому что то что вы знаете вот на этой знаменитой так называемой карте Меркатора где полюс но во-первых полюс мигрирует как вы понимаете физически магнитный полюс мигрирует во-вторых все то что есть на этом очке все эти четыре реки и все данности они имеют место на польском полуострове во-вторых Махабхарата говорит о том что Всевышний во имя сохранения вет поместил знания на небе на земле там есть туманность конская голова созвездие конская голова и на земле но конский полуостров он и похож действительно на конскую голову и какое-то время достаточно длительное он был не полуостровом а островом я обычно когда меня спрашивают почему так называемая карта Меркатора потому что она имеет там номенклатуру названий 17 века английских Гудзонова залива а Меркатор умер в 16 веке так что как назовут англичане там всякие проливчики и прочее он естественно знать не мог но то что карта действительно древняя это имеет место быть и в общем-то сохранение представления вот об этой самой территории до 60 градуса оно в западноевропейской картографии имело опять же место быть до 17 века потому что на всех картах абсолютно очень четко дифференцирована территория вот до 60 градуса нашей с вами родины где написано Русь и Альпа то есть Белая Русь а дальше уже Московия идет дальше там Подоле и так далее и тому подобное и на Готовнском глобусе который стоит у нас в функционере который фотографировать не дают не знаю почему там то же самое там внутри входишь там скамеечка для того чтобы сидеть и смотреть как двигается звездное небо звездная карта а непосредственно в верхней части там все страны и наша с вами Русь и там тоже одним цветом до 60 градуса и другим цветом уже иначе то есть они достаточно хорошо себя представляли чисто географическое деление это но из артефактов это видимо мегалитические какие-то мегалитические памятники потому что ну что ну если люди жили в рубленых домах они дома-то обладают способностью гнить это ж не но говорят на новой земле есть три пирамиды которые поставлены примерно в таком же ракурсе как вот знаменитые пирамиды Гизе что пирамиды Гизе вообще повторяют по структуре и по своим габаритам три звезды в поясе Ориона но у нас влажность большая у нас нашли эпохи бронзы черепа то есть хоронили только головы видимо достаточно куда-то дальний был маршрут воинский и тела не привезти а поскольку считается что душа переходит отсюда то привезли только головы пытались их изъять из почвы они разрушаются сразу как масло таят поэтому в наших почвах очень трудно что-то сохранить но что касается обрядовой практики что касается лексики что касается орнаментики что касается обрядовых текстов то тут уж вся Европа может сюда ходить на поход чтобы вот эту индоевропейскую архаику каким-то образом пощупать потому что нигде в Европе не в той же самой древней грекции не в той же самой древней риме и тем более в современных странах этого нет древней коробки серьезно но тоже русский притраль тоже ну сивка бурка ганди посланница Ну, в принципе, да. Даже более того, что вообще-то считается, что приручили слона от них не дровиды. У них нет культуры погонщика слонов. И в ледникове здесь были мамы. В костюмках, в чистом виде. Да. Так что? Буквально на днях прочитала статью, где... Ледников, он все высмел. Ну да. Какие две них леди, извините за выражение. Нет, а все-таки если Варанаси – это Воронеж, а Ганга – это Волга. Ну ведь Волга не совсем рядом. Ну и что? Конечно, ничего. А кто говорил, что Варанаси находился на Ганге? Махафара-то этого не говорит, нет. Своих древних текстов в Шиву Пуранах, по-моему, сказано. Пураны – это более поздние вещи. Наверное. Ну, может быть, они поэтому уже говорили об индийском Варанаси и Ганге. Запросто Пураны могли говорить действительно об индийском Варанаси и индийской Ганге. Конечно. Потому что Пураны – это там две тысячи лет назад, полторы, две с половиной, три там… Но полторы тысячи лет он уже существовал, говорится в Индии. Если Арии, как таковые, пришли там на рубеже три-четыре тысячи лет назад, там больше, то Пураны… Шесть тысяч. Шесть тысяч лет назад. Даже не шесть, но пять тысяч лет назад. Ну, от сегодняшнего дня, это так сказать… Ну, две тысячи сейчас и три там. И три там. Пять. Почему это? Обнаглел. Вот. Поэтому ничего удивительного, потому что огромное количество святых родилось на территории современной Азии. Там Китай, там Индия, там Лао-Зи, Конфуция, Махавира, Сиддхарка Шакимуни. Это все там две с половиной тысячи лет назад. Да, но не забывайте, кто такой Сиддхарка. Мы с вами на эту тему уже говорили. А, Денис не слышал. Шакья? Денис, я не слышал. Не слышал? Нет. А, вы как раз ушли, а я там внизу. Мы стояли по троём судьбой. Точно-точно. Шаки, Саки, Саки и Скифы – это одно и то же. Поэтому Шакья Муни – это скифский мудрец. Или Сахский мудрец. И есть огромная статуя Будды, где он в скифских сапогах. Сакья Муни. Да. Саки, скифский. Да. Саки. Сами-то они себя называли Саки или Саки. Саки. Саки, да. Тогда, ну, очевидно напрашивается совершенно закономерный вопрос. Будды Шакья Муни родился там, практически на самой границе современного Непала и Индии, там рядом со штатом Бихар. Лумбини, по-моему. Лумбини, по-моему. Лумбини, да. Лумбини, да. Ну, и что он там родился? Хотя, с другой стороны, какая разница. Если они действительно туда несколько тысяч лет назад пришли, и эта культура была, она существовала достаточно долго, тогда культура сохранилась очень качественно, и из поколения в поколение. Роды, 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 отец, старший сын и так далее. Ну, это здесь, по-моему… Это сейчас у нас там все переколбашивается. Будды Шакья у нас с вами в каком веке? В 2006 век. В 2006 век. Это уже вполне развитая скифская культура. Да. Все устоялось, все уже давно стабилизировалось. Скифские памятники встречаются на территории Мордиалы. Вы знаете, например, что такое название, как Бухара, происходит из Русского Севера, потому что Бухара – это запольная земля, неосвоенная земля. Что термин Арык? Арык. А – вода, по-ирански. Отсюда А, Дви, Сура, Анахита. Вода двойная, могучая, непорочная. И Ведвина. Кстати, вопрос тогда к вам еще один такой, совершенно научный, этимологический, можно сказать, по поводу Аркаима, этимологии самого названия этого города. Арка, Арк, Арканить – это современные слова. Ну, а Арка – это вообще-то еще и радуга. Радуга. Да, водяная. Ар – это вода. Тогда Аркаим – это что может значить, вот если поразмышлять на эту тему? Ну, если тему надо поразмышлять, то есть вот так вот просто языком трепать, я не стану. Ну, то, что основа Ар – это вода, и возникает еще вопрос в связи с Ариями, да, господин, да, там, Орач-Бахач, благородный, они с водой, они не связаны. Аркаим – это же две реки, которые текут навстречу друг другу, почему-то искусственно сделанное. Плюс добавок ко всему, это не поморы ли, буквально. Потому что классический, вот этот вот тип Ариев – это поморы, это высокие, стройные, светловолосые, светлоглазые люди. И это достаточно, тоже эндемики достаточно узкого ареала, потому что антропологи считают, что сложилось вот это вот. Этот расовый тип сложился именно в северных широтах. – Светлана Васильевна, а вот еще этимология Кайласа. С санскрита, ну, многие переводят это как «креста». С другой стороны, есть такое санскритское слово, как «калаша», или «кувшин» – это самриты. Вот здесь, с третьей стороны, шаншунское название тибетское – Тисе, Канг Тисе, то есть водный пик. Водный пик, ну, потому что еще у Кайласа начинаются четыре реки. И это вот центр такой, водный, огромный получается. Вот здесь, с точки зрения этимологии, вот «кайлаша», «кушин», «самриты», в принципе, это вот, ну, я не вижу, что это… – Шесты, но они же меняются. Они же заменяют друг друга. Так ведь? Мы говорим «света», там говорят «швета», мы говорим «света», там говорят «швета». Так ведь? А «и», тоже заменяют друг друга. Риша Раша. Поэтому, когда я смотрю эти самые юмореские, идиотские, наши, Раша, дураки, вы дураки, если бы только знали. Но на самом-то деле, вот это значит «мудлицы». Риша. Риша Раша. Да, Раша или Риша – это одно и то же. И англичане нас так до сих пор и называют «Раша». Ну, ты так ведь? Да. Не особенно задумываясь. Да, Раша ездит, Раша. Ну, никто в России особенно не задумывается, насколько я поняла, потому что мне тут сообщили, что какой-то кембрерский профессор, я втянется и прочел мою статью 83-го и 84-го года по орнаментам в информационном бюлитене ЮНЕСКО. Это вот, которое вы показываете тогда? Угу. И сделал вывод, что анализ орнамента приведен безупречно, а не про Борей, а все равно была в Англии. Почему не понятно? Ну, Stonehenge… Понятно, что… Если есть Stonehenge… А англичане, они там 200-300 лет назад, еще сто лет даже назад фишку в мире держали очень крепко. Они же потеряли власть во всем мире буквально там ну 70-80 лет назад. По-серьезному, когда, так сказать, заокеанская братва начала крепко, так сказать, подбирать, 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 все, а тут еще и индусы крепко их прижали там у себя в Индии, в конце концов. Это как раз началось там в рубеж 20-19 века. То есть, ну так, сто лет назад, плюс-минус. Да. Надо как-то поддерживать себя, значит, и совсем грустно становится, значит, ребята горные. То есть, ничего удивительного, это банальная мелкая политика. Обычное переписывание истории там, очередное. Так что… Ну, что я могу сказать? Я очень рада нашей встрече, вы понимаете, я, в принципе, считаю уже на закате дней своих, потому что сегодня я должна была лежать сейчас под капельницей. Ну, вот мы отменили это мероприятие. Вот. Я считаю, что, в принципе, самое главное – это то, чтобы эта информация доходила до наибольшего количества людей. Я люблю свою родину, никуда не собираюсь и не собиралась никогда ее покидать. И мне всегда было очень обидно за то, что постоянно унижают мой народ. Постоянно говорят о нашей глупости, о нашей серости, о нашем варварстве и так далее и тому подобное. Во всем мы виноваты. Да, и во всем мы вечно виноваты, как у одного из поэтов. Говорит, как некий медведь, что забрался когда-то на пчельник. Я всегда виновата, в длине моей нету конца. Вот. И поэтому я в свое время поставила просто перед собой задачу разобраться в нашей истории и понять, что это было очень важно. И когда стала с этим разбираться, обнаружила, что имею дело с огромным количеством вранья. и еще мне было очень жалко тех историков, которые, ну не только историков, просто людей, желающих того же самого, это приспешил мой взгляд. Которые, в общем-то, надо убирать срочно все это значит, сколько летит на пол. Я уже про оборудование вообще не говорю. И мне очень жалко было тех историков, которые как-то на эмоциях в основном жили и доказательной базы не имели. И не имели доказательной базы, становились смешными. То есть объектами издевательства. Я говорю, что ты несешь чушь потому-то, потому-то и потому-то. А ты не можешь доказать, что ты прав. Поэтому прежде, чем векнуть что-нибудь, я уже отгораживала себя со всех сторон. Чтобы быть, как говорится, пули непробиваемыми. И чтобы никто, вот как эта девочка с Россией, Родиной слонов, не мог смеяться, чтобы смеялась я последняя. Вы ее хорошо поставили на место шах и волосы. И у меня это, в общем-то, достаточно неплохо получалось. Поэтому я надеюсь, что вы знание поднесете дальше, будете его углублять, отдадите его своему народу, чтобы он уважал себя, ценил себя. Потому что я уже говорила, что я один раз пережила очень сильное потрясение, когда в Вологодском музее ко мне привели десятиклассников московских. И они, извините меня, там, целовались, обнимались и только что любовью не начали заниматься на глазах поизумленной публике. И мне, в общем-то, пришлось минут пять их успокаивать. через полтора часа, через час пятнадцать, и через час пятнадцать от меня уходили граждане. Потому что сначала поумнели как-то мальчики, я очень считала, что девочки более такие. Нет, поумнели сначала в глаза у мальчиков, потом и девочки перестали на них писать и начали слушать то, о чем они говорят. Вот. И когда мы выходили из староста класса, вполне подтянутый молодой человек такой, очень красивый, дошел ко мне и сказал, большое спасибо. Мы поняли, что мы не внуки придурков и не дети придурков, а дети великого народа. Оно транслировалось. Оно не было бы каким-то таким снационалитическим окрасом, безусловно. Это, ну, совершенно... Да, это совершенно чудо. Чудо просто. Но в то же время несло гордость за то, что вот... За то огромную историю, в общем-то, да. Почему, Сережа, и пытаются найти какие-то мегалитические, какие-то доказательства, потому что, помимо того, что людям еще, к сожалению, нужно что-то потрогать и сказать, вот это не просто слова, да, вот вы съездите туда, посмотрите это, посмотрите это. Поэтому для нас, конечно, эта встреча очень важна. Спасибо вам. Ну, вы понимаете, дело в том, что вы можете посмотреть эту статью еще и на сайте Международного клуба ученых, кто вы теща и великая мать Алина. Но дело в том, что на сегодняшний день у нас есть вот такая обрядовая песня про сову-тещу, которая, в принципе, объясняет практически все образы богинь-матерей, начиная с Передней Азии. Иштар, Лилит, Нейт египетскую, Геру греческую, Тефиду греческую и Афину, наконец, исходя из одного образа – совы. А сова, женщина с совинными головами, появляется впервые на ближе 6-7-го тысячелетия у нас на русском серии изображений. И сохраняются песни обрядовые практически до наших дней. Но там очень большая статья, вы просто посмотрите ее, и вам все будет понятно. Спасибо. Спасибо огромное. То есть то, что сохраняют вот такие вот вещи, сохраняются обрядовые песни, которые помогают объяснять религиозные системы Вавилона, Шумера и Ахада, древнейших цивилизаций Передней Азии, я уже про остальное не говорю, это очень много значит. Огромное вам спасибо. Спасибо. Спасибо.